Здравствуйте! В сегодняшнем уроке мы научимся использовать единственную слабость в позиции соперника, а именно поле d5. Подобные позиции часто возникают из разных веток сицилианской защиты, где-то они могут возникнуть, и в открытых дебютах являются довольно частыми. К сожалению, практика показывает, не все умеют грамотно пользоваться слабым полем d5, особенно если других слабостей в позиции соперника нет. Давайте это исправлять. Итак, как получилась позиция, которую вы видите на доске? Получилась она из варианта Паульсена. Мы возьмем за основу партию из чемпионата Азии между Пури и Дани и Ахмедом Абду из 2015 года. Белыми играл довольно сильный иранский гроссвейстер и довольно грамотный, скажем, иранский гроссвейстер. Итак, е4, c5, конь f3, е6, d4, cd, конь d4, пешка, а6. Система Кана, то есть данное видео вы можете использовать и в качестве дебютной лекции, в том числе, как играть белые против системы Кана. Слон d3, главный вариант здесь. Конь f6, точно так же главный ответ черных. Понятно, что у черных здесь разные системы есть, и слон c5 есть, и конь c6 есть, но, конечно, построить ежа, это самый популярный ответ здесь в зачетах. Итак, конь f6, бракировка, d6, ферзь е2. Пешка идет на c4, именно поэтому белые не торопились с ходом конь c3. Белые построили рогатку в центре, черные построили ежа, и возникает такая парадоксальная позиция. Давайте вот немножко на ней здесь остановимся. Эта позиция всю дорогу оценивается как где-то плюс 0,8, плюс 1 по оценке сток фиша. Но когда мы откроем базу лечеса или базу чес-бэйс, мы не увидим какого-то доминирования белых здесь. То есть, скажем так, белые выиграют лишь немногим больше в процентах, чем черные здесь. Ну и довольно большой процент лечи. Почему? Потому что у черных практически нет слабости. И часто многие более опытные, более сильные игроки выбирают такую конструкцию ежа, ждут, когда белые расслабятся и наносят какой-то удар. А вот у белых возможности активной игры практически нет. Все сводится либо к каким-то бестолковым разменам, либо к захвату пространства без какого-то дальнейшего продвижения. Однако, если выбрать вариант с ходом f4 и король h1, король h1 это важно для будущих вскрытия игры, не очень хорошо стоять на открытой диагонали для короля. Ферзь c7, f5. Белые в состоянии подковырнуть позицию черных. Коль c5 не решение проблемы. Слон в ревида отойдет. Потом ходом b4 коля сгодят. Поле e6 будет провисать. Черные играют e5. Белые играют коль c2. И после хода ладья c8 мы еще вернемся к этой позиции. В конце видео я покажу самый сильный ответ черных и что тогда на него делать. Мы получаем искомую позицию. У черных действительно нету слабости. Они слегка зажаты. И одно единственное поле d5 вызывает какие-то вопросы. У белых нету в то же время какого-то ясного плана игры. Они получили пространство и перевес. Но что делать дальше непонятно. Там пешечный штурм на королевском флаге g4, g5 может оказаться очень рискованным. Потому что ослабляется и король в том числе. И какие-то тактические точки с b5 и d5. Вдруг могут и срастись у черных. Что же делать? Итак, я советую вам поставить видео на паузу. И подумать как бы вы здесь пошли. Это стратегия, это не тактика. Просто добейте план и придумайте ход. А когда вы сняли видео с паузы. Я хочу вас поздравить если вы нашли ход с лоджей 5. Однако его можно найти было двумя путями. Рабочек-рестьянским методом. Посмотреть какая фигура у нас еще не развита. И попытаться ее развить. И более грамотным позиционным методом. Чтобы грамотно использовать слабое поле в центре. Мы должны понять какие фигуры нам менять. А какие оставлять. Белые стремятся в идеале разменять все легкие фигуры. Кроме вражеского чернопольного слона. И хотя бы одного своего коня. Если белым этот замысел удастся. То возникнет окончание. Конь против плохого слона. И здесь поле d5. Когда будет разменен уже белопольный слон. Оба коня у черных. Станет по настоящему слону. Может показаться, что все это слишком абстрактно. Но если не видеть вдалеке перед собой цель. Можно дебютный перевес. И растерять. На каком-нибудь неправильном, неудачном разбеге. Или на неправильной, неудачной попытке резкой игры. Итак, слот g5. Это начало борьбы с защитниками. Начало выполнения плана белых. Ферзь b8. Ладья d1. Ладья d1. Белые не торопятся. Конь с f6 никуда не уйдет. Точно так же, как к e3. От белых никуда не уйдет. Черные переводят ферзя. Так. Типично по ежовому. Давить на поле e4. Белых это не пугает. Они ставят коня на e3. И кажется, что пешка e4 немножко теряет в защитах. Но черные, к сожалению, для них воспользоваться этим не могут. В случае хода коня e4 последует ход слона e4. И теперь на слон e4 последует ход слон e7. С лишением рокировки и с каким-нибудь неприятным прыжком конь d5. А в случае хода слон g5. Тут, честно скажем, глаза разбегаются. Скорее всего, последует такой ход. Тут, опять же, по вкусу. Скорее всего, я бы не пытался выигрывать пешку d6. Сразу ладьей я либо посмотрел бы... Нет, по e4 я, конечно, не посмотрел. Скорее всего, ход хоть d5 какой-то посмотрел. С неплохими перспективами атаки. Но можно и вполне себе спокойно скушать пешку на d6 и иметь хорошую перспективную позицию. В любом случае, на такой не самый выгодный для себя размен черные не пошли. Они разумно решили, что у них стоит крепость с одной единственной слабостью. А в шахматах существует так называемый закон двух слабостей. Даже, чтобы добиться победы, необходимо, чтобы у соперника было две слабости. И мы маневрировали между ними. Когда у кого-то одна слабость, очень тяжело добиться победы. Но, когда перед нами есть цель, пусть и на горизонте 10-20 ходов, получить эшпиль определенного типа, мы к этой цели можем идти. Итак, черные пошли в ракировку. Белые пошли к код g4. Как вы поняли, это продолжение плана. Белые собираются поменять все фигуры, кроме вражеского чернопольного слона и своего коня. В данном случае коня с c3. Ладья е8. Код f6. Код f6. Может возникнуть вопрос, что черные, наверное, тоже не дурачки, догадались о плане белых. И могли сыграть здесь слон f6. Сыграть-то они могли, но тогда у белых появлялось бы сразу два альтернативных плана. Первый альтернативный план мог бы допустить даже размен чернопольного слона. Хотя, казалось бы, зачем мы это делаем. Но тогда бы без защиты оставалось пешка d6. И какие-то перегруппировки со сдвоением ладей по линиям d вполне могли бы создать черном большие-большие затруднения. Был бы здесь и второй план очень даже уместен. Это какой-нибудь ход слон e3. Может даже слон d2. Ну нет, слон d2, наверное, слишком. Может, я тогда уже слон c1 смотрел. С возможным движением пешки g. Потому что слон df6 очень хорошо попадает под g4, g5, f6. Рискованно, но вроде как удары по центру по e4 проходить не должны. В любом случае, черные решили не искушать судьбу. Не давать сопернику такой выбор. К тому же пешка d6 могла оказаться слабой. И белые отводят слона на c2. Создается позиционная угроза. Теперь наход слона f6. Бить слоном на f6 может оказаться больно. Пешка на d6 будет падать. Поэтому черные защищают пешку до d8. Белые играют a3. Они не торопятся. Почему? Потому что конь от размена никуда не уйдет. Никакой ход кони e4 здесь не проходит. Слон идет по c6. Ладья идет на f3. Это многоцелевой ход. У этого хода две цели. Первая цель вроде бы очевидная. Почти всегда, когда ладья идет на f3, она собирается отправляться куда-то в район h3. И помогать ферзю в матовых атаках. Но здесь есть и вторая цель. Поскольку у черных слабая поля d5. И слегка ослабленная пешка до d6. Ладья может таким образом просто готовиться двоими. То есть готовиться пройти куда-то на d3. Ферзь становится на b7. Черные практически готовы к ходу b5. И в этот самый момент белые разменивают коня. И разменивают слона. b5. Буквально одного хода не хватило черных, чтобы сделать ход b5. Теперь приходится им идти на размен. И что мы видим? Белые свой план выполнили практически идеально. Эта позиция уже однозначно в пользу белых. Есть и слабая пешка d6. И теперь с поля d5 коня никто не выгодит. Конь на d5 теперь станет вечен. Одна из главных ошибок начинающих шахматистов, да, даже опытных, но шахматистов ниже какого-то рейтинга, заключается в том, что когда, вернемся к дебюту, да, когда мы видим слабое поле у соперника, мы на него сразу же пытаемся залезть. Но тогда соперник нас бьет, на слабое поле в итоге попадает пешка. И обычно ничего хорошего из этого извлечь мы не можем. Однако вернемся к позиции, которую достиг иранский гроссмейчка. Возвращаемся сюда, и что мы видим? Мы видим, что белым остается отбить какие-то временные нападения, решить временные трудности, но теперь конь на d5 будет реально вечен. b3 это защита пешки c, слон e7. Ну, b5 не сильно работало, почему ладья df3 как раз очень хорошо поле c3 контролирует. Взяли, взяли, и конь, собственно, пошел туда, куда он и собирался. На c3, затем на d5. Не отдавать же ферзя за такую красоту. Черные пошли с ладья d7, конь переводится. И черные то ли расслабились, то ли, ну, честно скажем, им и играть-то здесь не сказать, чтобы очень приятно. Черные ушли с ладок df8 и получили тычок f6. Тут мы приходим к стадии реализации позиции ладо-перевеса. Итак, белые убрали все мешающие им фигуры. И теперь им важно тот перевес, который им обеспечивает вечный конь на d5, как-то реализовать и превратить либо в атаку на короля, либо в материальный перевес. Как это делается? Дело в том, что можно, конечно, коня поставить сразу до d5, а можно все время угрожать прыгнуть туда. Есть такая знаменитая шахматная поговорка, угроза сильнее, чем ее исполнение. Советую эту поговорку запомнить, она невероятно полезна. Ходом f6 белые угрожают в случае взять, они не будут бить, конечно, ладеней f6, они как раз реализуют свою угрозу прыжка конем на d5. Понятно, что черных бить здесь невыгодно, понятно, что черные играют g6, но теперь эта пешка гвоздем мешает ходить и королю, и слону соперника. a4 это профилактика против кода b5, когда конь собирается прыгнуть на d5, контроль на поле b5 слегка ослабнет, надо этому противодействовать. Конь прыгает на d5, черные идут ладьей на c8, чтобы попытаться по лидии c куда-то залезть. Белые отправляют ладью на f1, черные пока не решаются прорываться на b5. Почему? Потому что прорыв b5 чреват здесь в том числе какими-то тактическими трюками, против кода конь e7, и поле f7 будет очень-очень-очень тяжело защитить. Ферзь e8 это защита в том числе против конь e7. Ферзь идет на f2, давит попутно и на b6, и грозит переводом на h4, с возможной матовой атакой. Черные пока держат все, и пешку b6 держат, и не позволяют конь e7 сыграть. Собственно, перевод ферзь h4. Белые расшатывают пешечное прикрытие черного короля. Можно было, наверное, играть и без такого расшатывания, но чем больше двигаются пешки рядом с королем соперника, тем лучше идет наша жизнь. Ферзь возвращается на e1. Это перевод в том числе где-то на b4 с атакой до b6 в будущем. Но также подготовка какой-то жертвы качества на h6. Собственно, b5, взяли-взяли, а5. Вот еще одна причина, почему черные так долго откуда b5 воздерживались, появление проходной пешки у белых. То есть белые разменяли пешки так, что у них появилась проходная. b4, а6, и вот он ход, ферзь e3. Грозит ход, ладья бьет а6, с матовой атакой, и ферзь взял на всякий случай поле a7 под контроль. Король защищается от жертвы, ладья возвращается на f3. Почему? Потому что белые почувствовали вкус проходной пешки и собираются эту проходную пешку просто проводить. Либо пешку а, либо отдать пешку а за пешку b4 и проводить пешку b. Ладья а8, ферзь d3, нападение на ладью. Ладья идет на c5, пешка забирается. Может показаться, что белые выиграли пешку, но нет. Дело в том, что коря защищать теперь невыгодно. Всякие ходы ферзь d2 приведут к ходу ладья b5. Однако белые осуществили размен. Они поменяли свою пешку а6 на пешку b4. У них по-прежнему проходная пешка и конь, доминирующий над слоном. Посмотрите на эту обеднягу, у него даже ходов нет. Конечно, есть у него какая-то активизация через а6, а5, слон а6. Но, пока он все это будет делать, белая пешка станет чересчур опасной. Можно даже запомнить такой типовой эндшпиль. К нему мы, собственно, и стремились тогда, когда в начальной позиции видео наблюдали за ходом слон g5. Ладья b3, ладья а2. Атака по второй линии. Ладья g1. Дело в том, что две ладьи в обжорном ряду это очень-очень страшно. И, конечно, ни в коем случае нельзя допускать их активизацию. Попытка активизировать слона не работает. Если черные пойдут слон а6, он все равно никуда не может пойти активно. Ход слона e3 контролируется и ладьей, и койдем чем только не контролируется. Однако черные вроде как встали сзади проходной пешки, и, казалось бы, они могут расслабиться здесь. Почему? Потому что они контролируют движение проходной пешки. Но нет. Белые делают форточку на случай неприятностей. И, кстати, да, не позволяют построить матовую сетку. Очень поучительный момент. Белому, чтобы победить, нужно активизировать свою ладью. Ладья а1, ладья а7, где-то ладья а7 и так далее. Ну, или побольше пешки на бассейн доведутся. Но если они это сделают, понятно, что будут разного рода угрозы по первой линии матов. И, собственно, перед белыми стоит вопрос, какую форточку делать. Поскольку у черных слон чернопольный, форточка делается, так сказать, на белую клетку. Белая клетка g2 освобождается. А вот после h3 какие-то там идеи со слона f4, слон g3 вполне могли бы и отравлять существование белых. Все-таки такого сильного коня не очень хочется менять. Можно потом пешку не удержать. Итак, g3 это правильная форточка. h4. Понятно, что надо убрать угрозу хоть малейшего ограничения короля. И что нам помогает в этой позиции? Помогает простой факт. Мы должны помнить, что ладья со слоном без помощи хотя бы короля или пешки мат абсолютно одинокому раскрытому королю не поставят. Белые это помнят. Допускают взять на h2 и сами отправляют ладью в ладь. Черные пытаются пролезть королем, пытаются как-то насоздавать матовых угроз, но белые съели на f7, разблокировали свою пешку на f6 и прям аккуратно, аккуратно, буквально за ход до вата возвращаются на первую линию. В итоге бата никакого нету и мы видим классические штаны, то есть две пешки, за которыми одновременно должна следить четвертая ладья. Она не может уследить за всеми. Соответственно здесь следует ход b7, ну и дальнейшее понятно. Слон g3, конь e3, ну слон g3 это тут некая такая как бы ловушка с ходами ладья h2 и ладья h2, то есть попытка такого как бы вечного шаха что ли. Ход конь e3 препятствует появлению ладьи h2, теперь ход ладья h2 абсолютно не страшный, то есть в случае хода ладья h2 король уходит. Слон может поставить шаг, король опять уходит и у черных даже есть возможность выиграть ладью, но что им это возможность, когда обе пешки готовы стать ферзем. Ну а в партии черные сыграли слон f4 и после превращения пешки f в ферзя они сдались. Почему? Потому что опять же они имеют возможность немножко попортить ерва белым, но именно что только попортить ерва. Ладья h2 теперь контролируется удар ферзем, ладья h1, король спокойно уходит и потерю ладьи черные, точнее белые с двумя ферзями пережить могут. В принципе видео получилось и так достаточно длинным, надеюсь поучительным, но кому интересно, пытливый ум мог задать вопрос. Давайте вернемся в начальную позицию нашего видео. Где она у нас? В дебютном варианте черные пошли ладья c8 и мы поменяв правильно три легкие фигуры получили легкий и комфортный, практически я бы сказал технически выигранный эрш. И пытливый ум может задать вопрос, а что бы было, если бы черные задумались о профилактике и пошли здесь, скажем, h6? Что делать тогда, когда наш план соперник просто берет и рушит? Однако в этом случае не все так гладко у черных, хотя белым придется свой план немножко подкорректировать. Когда соперник вступает на скользкую тропинку профилактики, мы тоже должны начинать думать о профилактике. Только препятствовать мы будем не каким-то конкретным угрозам, их тут у черных просто физически нету, препятствовать мы будем развернуть. Когда соперник делает профилактику, следующая часть облада его обычно это развернуть каких-то своих пассивных фигур. Поскольку черным тесто, мы должны сделать ход b4, пресечь ход конь c5. Опять же, без профилактики h6 конь c5 нас не сильно там смущал, не сильно пугал. Мы бы играли так же по плану, мы бы играли в слот g5, конь e3, выполняли бы свой пласт с разметом трех легких фигур. Но, когда соперник начинает в профилактику, мы тоже должны начинать играть в профилактику. b4, профилактика размен. Ладья c8, конь e3. Та же самая борьба за поле d5, но перед тем, как мы на поле d5 прыгнем, тут, к сожалению, план с разбедом защитников не работает благодаря профилактике черных, но перед тем, как мы прыгнем на d5, мы должны максимально улучшить свои фигуры. Фигуры улучшены, конь с c отправляется на d5. Почему? Потому что в случае взятия нам конь нужен на e3. По одной простой причине. Позиция черных слегка подозрительна, то есть теперь в случае короткой рокировки центр закрыт, и угроза g4, конь g2, h4, g5, это не пустой звук, белые, собственно, так и попытаются замотовать черного короля. А вот при попытке черного слона разменяться, опять же, напомним, что если человек использовал профилактику, следующая часть его плана это размен пассивных фигур. Есть такой любопытный тактический тычок с ходом f6. И чербы тут черные не побили, но конь он совсем плохо, если они бьют слоном. После хода кодек в 5 получается, что линия f вскрылась довольно-таки неприятно. Соответственно, пешка d6 под угрозой. Поле g7 тоже где-то под угрозой. Конечно, тут, кстати, тяжело защититься. На ход fb8 не забываем, что пешка a6 тоже находилась под угрозой. То есть произойдет просто такой необычный немножко пешечный размен, в результате которого белые получат и хорошую пешечную структуру у них будет прохода на ферзевом фланге, и отличную открытую лидию для будущих атак на фланге королевском. То есть, соответственно, после хода кодек в 6 у них тут абсолютно холодный порядок. Ну и совсем уж в конце видео, что делать, если черные подумали, что они построили крепость и начинают просто топтаться на месте. Такое тоже может быть, и неправильная реакция, неправильный разбит часто может обесценить всю предыдущую хорошую игру со стороны белых. В этом случае мы продолжаем профилактику, то есть там смотрим за планы для соперника. Обычно, кстати, в сессионной позиции, если соперник начинает дергаться, наша победа приходит быстрее. Но если соперник вот в наглую выбирает план топтаться на месте, то есть ферзь А8, ферзь А7, мы просто переводим своего слона так, чтобы он не в пустую стрелял, а на слабленную пешку Б6, раз соперник не собирается бить на Д5. Дальше переводим обе, каждую нашу ладью переводим на херзьевый фланг, соответственно, ладь А7 идет на Б1. И дальше просто наступаем пешкой А. Если у нас получится, мы пойдем пешкой на А5, и, соответственно, получим структуру, открытую линию по линии А, что, извиняюсь, я уже заговариваюсь, под конец видео слишком оно длинное и насыщенное получается, но, в общем, мы получаем открытую линию А, полуоткрытую, по которой можем давить на слабую пешку А6. Ну, а если соперник здесь где-то дернется с ходом А5, то тут помню, что слон смотрит на ферзя, но даже, даже, ну, понятно, что здесь там конь Е7, конь Д5 просто выигрывает, да? Ну, опять же, а ход ферзь А5 не является каким-то особо сильным, потому что четкая ясная слабость есть, как мишень для белых фигур. Но даже, если бы там черные топтались на месте по-другому, я сейчас вот только позиционные границы показываю, еще раз хочу сказать, что тут просто после БА-БА, понятно, что тут уже с лишней фигурой белые будут сидеть, потому что ферзь под скрытым ударом. Но если даже этого скрытого удара не было, и ферзь стоял бы на А8, белые спокойно могли бы не играть БА, могли бы поддержать немножечко напряжение, и затем уже, вскрыв игру, попытаться забраться в лагерь по линии Б. То есть, соответственно, взяли-взяли, уклонились здесь где-то от размена, поставили ладью на Б5, ладью на Б1, в нужный момент поменялись на С5, и благополучно прошли бы в лагерь. Урок получился насыщенным, длинным, но, надеюсь, очень-очень полезным. Всем спасибо, до свидания.